В материальном мире всё взаимосвязано. Не бывает только добра. Автоматически от добра возникает зло. Не бывает только любви. От любви автоматически возникает ненависть. Это связанные понятия. Просто люди смотрят только на здесь и сейчас, не задумываясь о последствиях. Полная любовь — это и есть просветление. Великолепно. Кто же вам такое сказал-то? Нужно очень круто уметь заниматься йогой, для того, чтобы энергию, которую вы получили через вторую чакру, смочь конвертировать или трансформировать. В противном случае, чем больше вы накопите в соседней чакре, тем сильнее вам потом будет хотеться её слить куда-нибудь. Так называемая любовь, тем более на второй чакре, это хороший символ для практики. Вы в практике очень хороший допинг можете получить. Как таковая энергия нейтральна. А то, как вы её сможете преобразовать или слить, уже зависит от ваших способностей. Зачем изучать всё это? Карма, прана, боги и тому подобное. По моему мнению, стоит жить здесь и сейчас, по совести, в этом воплощении, чем заморачиваться о прошлом или о будущем. Знаете, это вот ваше выскание можно сравнить с таким. Я в болоте с лягушками буду квакать, но я просто буду квакать правильно, по совести. Вы что думаете, находясь в болоте, к вам болото не прилипнет? Вот ваше воззрение, которое у вас сейчас есть, по совести и всё такое, чем больше вы будете жить в этом мире, тем сильнее они будут изменяться. То есть это такие идеалистические воззрения, к сожалению, они жизнью очень быстро изменяются. Я недавно разговаривал с одним человеком, которым я проходил такой тест специальный, и он мне задавал ряд вопросов, разные вопросы на разные темы, и задал такой вопрос. Андрей, вы, говорит, людям доверяете? Я ему честно ответил. Знаете, чем больше я живу на этой планете, тем меньше доверяю. Реально. Не потому, что я негативно и только помню. Нет. Потому что объективно вижу, чем чаще всего большинство людей мотивированы, и что они делают? К моему большому сожалению. Как бы я хотел, чтобы всё вокруг было замечательно? А нет. Больше, к сожалению, проявляется эгоизма у людей, чем каких-то возвышенных качеств. К сожалению. Шизануться можно, если углубляться во всё это. Тут уже кто-то подустал от эфира. Спасибо, Андрей. Вы меня успокоили. А то мне вся эта чувственная штука вообще не откликалась никогда. Всегда достигал всего через аскезы, и не только в йоге. Добрый день. То есть, если меня совсем не привлекают сексуальные утехи, и я не чувствую ту самую любовь. Это хорошо? Я пропустила и Сфатхистан, и Анахату? Такой вопрос. Или, возможно, у вас даже энергии нет, чтобы она до этой чакры дошла, и вы бы почувствовали те чувства, которых многих сводит с ума. То есть, или у вас энергии нет, или действительно вы чистая душа, которая переоплощается без, ну как сказать, без интереса к этим. Я таких людей знаю. Кстати, вы знаете, что в ведической культуре вот какие женщины ценились больше всего? Вы удивитесь. Думаете, чувственные и страстные? Ни в коем случае. Ценились бесчувственные женщины, которые не испытывали вот эти платоядные страсти, и не особенно испытывали сильные влечения. Это реальность. То есть, в тексте так и говорится, что чем меньше чувств у женщины, тем более она ценится. Ну, наверное, в таком мире чистая душа вряд ли сможет воплотиться. У всех во внутреннем мире есть с чем работать здесь. А если мне не хочется сливать энергию через Сватхистану, а твоему партнеру это необходимо, а снова приходится начинать все сначала после сильной потери энергии? Ну, поговорить со своим партнером, найдите золотую середину. Попробуйте и ему донести. Но если он йогой не занимается, он не поймет. Обычно вот к страстям льнут те, кто не понимает, как работает энергия. Попробуйте до него донести, что когда вы тратите много энергии и потом восстанавливаетесь, если он эту энергию использует не по назначению, все получают плохую карму и он, и она. Крайне трудно найти партнера, который сможет энергию женщины использовать по правильному назначению с минимальным количеством кармических последствий. Крайне сложны. Поверьте. Как побороть страсти, которые меня захватывают? Бороть вы их можете хоть всю жизнь. Нужно заниматься профилактикой, а не борьбой. То есть задумайтесь, как вы живете, какие энергии вас окружают, какое у вас питание, потому что 50% страстей, которые вы можете испытывать, они зависят от питания, от вашего рациона. Если вы едите страстную пищу, вас будет клянить на этом. Если вы загружаете в свой внутренний мир много страстной информации, например, человек говорит, вот я там занимаюсь, извините, рукоблудием, а сам смотрит порно. Вот чем больше он порно будет смотреть, тем больше он будет заниматься всякими непотребными вещами. То есть займитесь профилактикой, остановите в себя поток информации, который вас приводит в будущем к страстям. Плюс йога. Если вы могли заниматься медитацией на том уровне, где будете видеть энергии, вы бы смогли энергии страстей преобразовать в свет при условии, что у вас будет такая способность. Если вы хотите ее освоить, то сначала хатха-йога, потом пранаяма, потом медитация. Начинайте с хатхи. А, стоп, извините. Начинайте с ямы-неямы. То есть сначала нужно стать нравственным человеком, прежде чем заняться йогой. Иначе если вы займетесь йогой без нравственной составляющей, страсти станут еще сильнее. Надеюсь, эфир сохранят. Пойду медитировать. Андрей, возможно ли развиваться в йоге без учителя, то есть полагаться только на внутренние ощущения? На первых этапах да. Если вы занимаетесь хатха-йогой в зале, то вам даже по книжке получится заниматься самостоятельно. То есть или в зале, или самостоятельно это возможно. Но если вы попробуете потом дальше идти через медитацию или подойти к попытке обуздать свой ум, вот при обуздании ума без учителя невозможно. То есть первые там десятки лет никаких проблем не будет, но ваш ум не позволит вам разобраться с самим собой самостоятельно. Это получается у единиц такие Личности, как Иисус Христос, Сиддхарт Гаутама. Вот можно по пальцам пересчитать людей, которым удалось самостоятельно без учителя овладеть своим умом. Единицы. Я бы вам не рекомендовал верить, что вы такая единица, которой получится преодолеть. Это мало-мало шансов. Проходил Випассану по Гаенко в Непале, почувствовал технику сразу же, были тонкие опыты. Накапливать в этой технике опыт дальше или другие виды медитации тоже необходимы. Я не знаю, какие у вас цели. Какие цели, такие методики нужны? Если вас все устраивает, ну попробуйте. Зачем заниматься йогой, если можно практиковать присутствие, чтобы достичь просветления? Попробуйте. Я не встречал примеров, кому бы это удалось. Громкое слово присутствие и все будет хорошо. Это знаете, из области тех практиков адвайтовиданте, которые продвигают правильный взгляд нужно иметь, единение и все такое. Знаете, почему я говорю с определенным скепсисом, что у них это получается? потому что перед моими глазами за последние 15-20 лет очень много прошло людей, которые в эти концепции верили, а потом с ними происходили странные вещи, сильно странные вещи, как говорится, врагу не пожелаешь такое. Поэтому, к сожалению, верить в какие-то хорошие вещи можно, но вряд ли у вас получится и вас мир так оставит в покое с той гармонией, которую вы получите некоторое время. Получите гармонию, у вас ее заберут с такими процентами, что к йоге вам потом будет трудно вернуться. Кроме того, любое ощущение или переживание вы можете пережить на основании энергии. Если у вас пока и будет энергия, вы это переживание, ощущение вселенской любви и так далее будете ощущать. Но на определенном этапе, когда у вас энергия кончится, у вас все пройдет. И придет обратная сторона, и будет очень сильная ломка. А энергию вы накапливали в прошлых жизнях методиками, которые сейчас, скорее всего, не используете. Поэтому в идеале, если вы хотите быть в гармонии и хорошо себя чувствовать, вам нужно одновременно преподавать йогу, нести знания и заниматься тогда собой. Тогда у вас будет и поступление новой энергии, и будет энергия для переработки. Тогда и ощущения будут хорошие. Такой вопрос. А если партнер решил уйти в монахи, тоже не стоит ставить точку в отношениях? Вернется, не переживайте. Мало кому удается надолго уйти и потом не вернуться. Вернется, еще страстнее станет, скорее всего. Примеров, к сожалению, очень много. Единство во множестве. Видеть суть во всех проявлениях? Нужно стараться, но мало кому это удается. А профессия ведь тоже по карме. Как тогда отрабатывать? Это, видимо, про актеров, когда мы говорили. Ну, с одной стороны по карме, а с другой стороны, вы же должны головой думать, к чему ваша профессия приведет. Например, ну, представьте, человек на бой не работает. Это же профессия, она же по карме. И вот он убивает животных. Ну, с одной стороны по карме. А какая карма накапливается, когда он в этой жизни накапливает карму? Он не задумывается, что ему все эти долги кармические потом придется давать? И кем? Просто еще раз поймите, если вот про актеров идет речь, вы сейчас на вершине, на вас смотрят люди. Вы показываете пример. И если вы показываете не самый хороший пример, вам в будущих жизнях со всем этим придется сталкиваться. Много-много жизней. Опасная, очень опасная профессия. Здравствуйте, извините, а где можно почитать сутры? Извините, что не в тему вопрос. Сутры можно почитать? На сайте умру много сутр находится. Я как-то смотрел, там чуть ли не 200 сутр есть. Те, которые сможете легко понять. В сайт умру заходите, там есть раздел литература, там есть раздел буддизм и очень много сутр. Рекомендую настоятельно. Ночью, когда спишь, может тело делать йогу и выправляться, сны снятся про учителей йоги. Почему мужчине тяжело в йоге? Ну, если у вас это получается, я за вас рад. Почему сняться? Ну, слушайте, это к вам вопрос. Наверное, все дело в определении слова «любовь». Ощущение слияния со всем окружающим, чувствование себя во всем, что окружает, ведь тоже можно назвать настоящей любовью, самой высшей, которой хочется. Это или сорадование, или единение. это не любовь. Любовь — это когда к объекту, к какому-то конкретному объекту. Потому что у любви есть антоним, ненависть, они всегда рядом находятся. Сначала любовь, потом ненависть. Невозможно в материальном мире испытывать только одно чувство. Это, знаете, как равносильно. Если мы смотрим на какую-то монету, мы будем смотреть на монету только на одну сторону, а вторую сторону мы не будем замечать. Но так не бывает. Еще раз повторюсь, чтобы вы правильно поняли. Когда в проявленном мире вы испытываете какое-то чувство, вы автоматически испытываете, накапливаете к этому чувству антагонизм. В материальном мире все взаимосвязано. Не бывает только добра. Автоматически от добра возникает зло. Не бывает только любви. От любви автоматически возникает ненависть. Это связанные понятия. Просто люди смотрят только на здесь и сейчас, не задумываясь о последствиях. Вы сказали, что любовь это жажда чего-то, но разве это не просто привязанность из чувства нехватки, а любовь в свою очередь это желание отдавать. Разве нет? Попробуйте. Потом посмотрите, что получится. Любовь такое же размытое понятие как просветление или счастье тоже добавляет. Ну отлично. Полная любовь это и есть просветление. Великолепно. Кто же вам такое сказал-то? Просветление это освобождение от омрачений. Просветление это разрушение любви, если вы еще это не поняли. Наверное не все поймут, почему я говорю, что просветление это разрушение любви. Потому что просветление я вам сейчас попытался объяснить. За любовью всегда будет следовать ненависть. В этой жизни вы к этому человеку будете испытывать любовь, а в следующей жизни вы возможно переуподитесь в условиях, когда вы будете к этому же самому человеку, потому что в прошлой жизни долг образовался, вы будете испытывать ненависть. Поэтому любовь и просветление это антагонисты, это вообще это разным. Свобода от сансары что это, что там? Это просто качество существования без качелей, где запредельные для нашего понимания возможности непонятен пункт назначения. Наверное, вы поймёте, какой пункт назначения тогда, когда почувствуете, что такое страсти и что такое гнёт страстей над вами. Вот тогда вы поймёте, должно быть существование, где страсти не будут влиять на вас. Когда Буду спрашивали про нирвану, он всегда говорил следующее «Не спрашивайте меня об этом, об этом невозможно сказать человеческими словами». То есть или почувствуете, или не почувствуете. Понять невозможно. Вайшнавы это тоже в будущем получается ограниченность восприятия сознания. Стало интересоваться и вижу какую-то ограниченность, ритуальность, какое-то сопротивление и вроде говорят о высшей любви. Вот представьте, что у вас есть какое-то направление, представьте, что какие-то люди, которые для вас нехорошие, прям нехорошие, да? А допустите, пожалуйста, что вот эти нехорошие люди, которые хотя бы что-то делают, они могут кому-то, определенному сегменту людей, но все равно принести благо. Не вы, а только они. Поэтому разные конфессии, течения, направления, они работают с разными сегментами, ну, потребителям, можно сказать. Поэтому я с большим уважением отношусь к тем людям, которые хоть что-то делают не для своего эгоизма, не для того, чтобы там и рыбу съесть, и кости сдать, а хоть что-то на своем понятном для них языке дают для других, что-то делают для других. Потому что это важный и тяжелый путь. И хоть я, ну, как сказать, тоже с недопониманием, непониманием до конца отношусь к разным конфессиям, я понимаю, что они находятся на своем месте и выполняют то, что им сейчас необходимо выполнять. Андрей, не боитесь ли вы сам быть захваченным страстью? Может, эта защита такая? Постоянно. Вот сколько, 30 лет занимаюсь, постоянно с ними сталкиваюсь. Поэтому никаких иллюзий по поводу страсти у меня нет. И более того, я что думаете, отговариваю вас от того, что я книжку прочитал, там так написано? Да я сам страдал от них очень много. И приведу пример. Вот, допустим, есть страсть еды. Казалось бы, просто есть, да? Но когда еда затмевает разум, когда думаешь о еде, вот у меня этот период в этой жизни продолжался 6 лет. То есть 6 лет я больше думал о еде, чем нужно было. И мне потребовалось 6 лет, чтобы преодолеть этот уровень и подняться выше. Трудно в это поверить, Андрей. Да, сейчас в это трудно поверить, потому что Настя знает, как я питаюсь и как я ем. Да. Вот. Но тогда было все совсем иначе. Здравствуйте. Говорят, после полового акта уходит много энергии, а у меня наоборот подъем как энергии. А что это может значить, мастер? Вы от своего партнера получаете пока больше энергии, чем ему отдаете. Рано или поздно это кончится, и вам придется этот долг отдавать. Такой тут еще вопрос. Я недавно прочитал, секундочку, Настя, недавно в поиске искал одну концепцию, есть такая точка зрения, что Петр I якобы уничтож... Заметьте, в поиске Петр I уничтожение трехсотлетних старцев. И почитайте на эту тему что пишут. Есть такая точка зрения, что якобы при Петре I уничтожались те люди, которым было за 200 лет в России. И в поиске нахожу статью к человеку, который это как бы тоже описывает, потом читаю, блин, это вообще про черную магию, то есть какой-то черный маг описывает. И он говорит там пункты, как долго жить, как замечательно жить и в самом конце. Секса должно быть больше, это общеизвестно. Чем больше у вас будет секса, тем дольше вы будете жить. нет, ребят. Как раз таки общеизвестно, что секс отупляет. Если вы будете слишком много заниматься и мы сеем на нижних чакрах, у вас будут проблемы. Вы это поймёте, когда почувствуете, что такое энергия. И к этой практике нужно подходить только в том случае, если вы разобрались со своим внутренним миром. До этого не спешите ходить туда. Есть вероятность будут проблемы. Дальше что у нас? Почему женщины такие холодные сейчас, а мужчины стали больше искать любви? Где вы? Ну, у вас такая статистика в вашем окружении. Я вижу, мягко говоря, постоянно диаметрально противоположную ситуацию. Женщины вечно что-то ищут, а мужчины пытаются этому как-то противостоять. У всех разная статистика. У всех своя реальность. Однозначно. Во время акта женщина отдает или получает энергию. Как происходит энергообмен на этом уровне? И так, и так может быть, в зависимости от того, какой у вас партнер. Но к моему большому сожалению, если вы не занимаетесь йогой, то энергию, которую вы получили, вы потом всё равно сольёте. Нужно очень круто уметь заниматься йогой для того, чтобы энергию, которую вы получили через вторую чакру, смочь конвертировать или трансформировать. В противном случае, чем больше вы накопите в соседшей чакре, тем сильнее вам потом будет хотеться её слить куда-нибудь. То есть вы получаете страсть и энергию, с одной стороны это подъём, с другой стороны вы образуете кармический долг. Если вы получаете больше, чем отдаёте, рано или поздно вы окажетесь в позиции, где будете отдавать, но недополучать. Поэтому если уж вам приходится заниматься сексуальными практиками, пожалуйста, осваивайте йогу, пока ещё не поздно. Если вам, конечно, эта энергия позволит, потому что если вы конкретно сидите на второй чакре, вам будет очень трудно осваивать йогу, особенно асаны с ногами, у вас с ногами будут огромные проблемы, апанаваю будет сильное, и вы ничего с этими сможете сделать. Мысли будут из-за апаны очень специфичны, к моему большому сожалению. Поэтому рекомендуется в молодости, если вам удалось освоить йогу, то считайте, что вам сильно повезло. А развивать нравственность значит основа и на пути к любви? Каким образом? Причём есть нравственность и любовь. Нравственность — это форма жизни, любовь — это чувство. Махамантра — это тоже ловушка? Лучше практиковать Ом? Есть такая точка зрения, и я с ней согласен. Как вы считаете, сейчас много людей осознают себя и йогу, и божественное? Я думаю, с каждым годом всё больше и больше становится даже в России. Недавно прочитал комет под каким-то из постов, где какой-то парень пишет, Россия — это худшая страна для саморазвития. не знаю этого человека, а он с чем сравнивает? Он жил в других странах, он вообще имеет представление. Да я наоборот считаю, что Россия идеальная страна для саморазвития йоги. Попробуйте в Индию поехать, в их систему менталитета и позаниматься йогой. Или в Непале говорят, ой, в Непале, ну съедите в один ашрам, позанимайтесь там, посмотрите, как у вас получится, всё хорошо. Я вообще молчу про западные страны, где культ материального зашкаливает, где все живут в кредит, поэтому поверьте на слово, нам, русскоговорящим, очень сильно повезло, что у нас такой менталитет. Я в своё время даже проводил статистику, в каких странах какой процент людей может заниматься. Так вот, на первом месте находится Россия, Украина и Белоруссия. В процентном соотношении какие люди могут не просто позволить себе, потому что позволить себе входить в зал и заниматься йогой — это одно. Нужно иметь специфичный менталитет, который позволит заниматься йогой внутренними практиками. Человек должен быть до некоторой степени свободен от оков ума. И вот среди россиян, украинцев и белорусов таких людей больше всего. Это факт. попытки навязать партнершу морально-нравственные праведные устои против ее материализма, эгоизма, атеизма вызывают только негативные споры. Это дело заведомо гиблое? Искать другую? Ну, откуда я знаю вас, откуда я знаю вашу партнершу, чтобы давать такие советы? Потому что, возможно, вы заморочены чем-то таким, что ваша партнерша уже криком воет и сама уже не знает, она уже устала от вас. Потому что, понимаете, я примерно представляю среднестатистических россиян-мужчин, которые устраивают себе счастливую семейную жизнь, а потом еще хотят этого человека, чтобы он еще йогой занимался. Об этом раньше нужно было думать. То есть сначала нужно было найти ту, которая нравственная, и потом выстраивать взаимоотношения. Если у вас уже иначе, но пытайтесь как-то сосуществовать. Сначала нужно как бы думать, а потом делать, а не наоборот. Хотел ли Андрей когда-нибудь быть любимым? Хвала Богам никогда. Не все поймут, наверное. Мне очень сильно повезло в этой жизни родиться в семье, которая была вообще без анахаты. Вообще. Это просто неземное счастье, что я без этого всего выжил. Я смог сохранить трезвость или ясность восприятия. Если бы я через анахату воспринимал реальность, я бы и десятой части не сделал того за свои 50 лет, за то, что я успел уже сделать. и надеюсь еще хотя бы лет 40, я буду в активной такой созидательной форме находиться. Ну минимум 40, надеюсь. Потому что все мои родственники очень долгожители. Все жили долго и живут до сих пор. Можно ли сказать, что йога — это повышение вибраций тела и сознания? Да. Вы будете постепенно генерировать энергию другого класса. Не грубую такую мощную плотную энергию, а тонкую энергию. И это как раз происходит за счет личной практики. Да, в принципе, даже в зале, когда вы занимаетесь, вы же знаете, вы в зал пришли одним человеком, вышли другим. Андрей, вы разделяете людей на мужчин и женщин? Даже если я не буду хотеть разделять, они сами разделяются. Но то, что это отличные существа, это факт. Попробуйте понять логику женщины периодически. Нереально. Любовь в современном человеческом понимании это чисто эгоизм, который не имеет никакого отношения к духовному развитию? К сожалению, да. В понятии большинства любовь это обладание объектом. Так, завернули. В ведической традиции женятся не на тех, кого любят, а любят тех, на ком женились. Что скажет Андрей на этот счет? Вы вообще не в курсе, наверное, ведической традиции. В ведической традиции на любовь не смотрели вообще. Родители выбирали мужа, вернее, ну как бы мужа или жену своему, сыну или дочери, в зависимости от своего разумения. И поверьте на слово, это не плохая тема. Вот сейчас в Непале, хотя нет, это 20 лет назад в Непале эта традиция еще была сильна, когда убили королевскую семью и пришли западные шаблоны, то Непал тоже начали менять, переформатировать. Но я очень хорошо помню разговор с одним непальцем 21 год назад, когда я первый раз приехал в Непал, он рассказывал за устои, которые были в Непале в 2000 году. Он рассказал следующее, что говорит, у нас разводов практически нет, это общество не принимает. там детей женят, вот внимательно послушайте то, что я скажу, с 8 лет, это не женитьба, с 8 лет там ищут, или 12, подождите, вот извините, не помню, или 8, или 12 лет, могу путать, может быть 12, с 12 лет уже ищут ребенку потенциальную невесту или жениха, ну, или мальчик, или девочка, в зависимости. Почему? Потому что родители ищут своего уровня, там с одной стороны кастовая система сохранена, и ищут, зная качество этого ребенка, ищут примерно такого же уровня, потому что это до некоторой степени важно. Если человек попадает в среду, которая находится вне его привычных рамок, он там не будет себя комфортно чувствовать, если он уходит ниже, тоже не будет. Поэтому они смотрят, так сказать, в долгосрочную перспективу. Ребенку говорят следующим образом, вот это будущее твоя жена, играйся с ней, обращай внимание. И дети начинают уже выстраивать определенные взаимоотношения, понимая, что есть вероятность, заметьте, не 100% что это будет твой муж, а есть вероятность это будет твой муж или твоя жена. Они как бы изучают друг друга. и примерно в 18 лет, то есть если с 12 лет, это примерно 6 лет изучают партнера, и только после этого уже их могут выдать замуж. Естественно, они живут с родителями и так далее. Процентов развода там 0-0-1 процент был тогда. И то там расходились, то есть все были против. Это, знаете, как монолит для общества, когда семьи, они нерушимые. В западном обществе все совершенно иначе построены. И уж поверьте на слово, в ведической культуре почитайте Махабхарату, посмотрите, как там семьи или как мужа или жену выбирали. А любви почитайте, что такое своем вары. Женщина ходила, смотрела и там выбирала, например, кого-то себе. А по каким параметрам она выбирала? По красоте думаете? Да я вас уверяю. Красота это для недалеких людей, когда смотрят на внешнюю оболочку. Там очень много параметров, по которым нужно будет выбирать. Но еще раз повторюсь, в ведической культуре любовь и чувства это были разные вещи. Индуистские боги прилетали к Будде. Обязательно от мира богов скатываться к человеческому воплощению. Боги не могут стать бодхисаттвами или выйти из сансары? В сутрах часто говорится, что к Будде действительно прилетали не просто боги, а практически все божества собирались, особенно когда Будда читал сутру Лотоса благого закона. Это крайне редко, когда такое читается, потому что сутра Лотоса это или Садхарма Пундарикасутра как ее называют, это сутра для бодхисаттв. И крайне редко Будда рассказывает о пути бодхисаттв. Крайне редко. Поэтому когда две с половиной тысячи лет назад Будда Шакьямуни читал эту сутру, собрались брахмы из множества галактик, огромного количества, их было огромное количество, и там перечисляются прям имена этих брахм, которые из той или иной галактики прилетели. Многие, многие боги. Почему? А потому что они таким образом накапливали мудрость. Понимаете, у богов есть свои ограничения. Они видят намного глубже, чем люди какие-то явления. Глубже, намного глубже, но тем не менее взгляд бога не может сравниться с взглядом Тадхагаты. Тадхагата это то, что превосходит богов во много-много-много раз. Прежде чем Тадхагата станет Тадхагата, ему придется и Индрой побыть, и королем Мар, и Брахмой. И только после этого он сможет стать Тадхагатой. То есть он должен все позиции пройти, при чем достичь определенного совершенства. В сутрах описывается, что одному Брахме, возможно, Настя даже помнит, как звали этого Брахму, Буде пришлось разъяснять и ставить голову на место, потому что Брахма, мягко говоря, потерял ориентиры в пространстве. Не помните, как этого? Бака. Бака. Брахма-бака, да. Просто потерял ориентиры в пространстве и Буде пришлось его возвращать на более-менее праведный путь, иначе бы очень плохо для этого Баки все закончилось. Расскажите, как разлюбить учителя йоги? Люблю ее. Из-за половых отношений страдаю, разум мутнеет. Неужели нужно теперь отказываться от женщин? Разбудить или разлюбить? Разлюбить. Ну, так любите через вторую чакру. Судя по тексту, если у вас есть половые взаимоотношения, то на второй чакре, естественно, там страсти будут какие. Попробуйте на сердечную чакру хотя бы перейти. И займитесь йогой. То есть попробуйте эту энергию конвертировать и поднять выше. как так называемая любовь, тем более на второй чакре, это хороший символ для практики. Вы в практике очень хороший допинг можете получить. Как таковая энергия, она нейтральна. А вот то, как вы ее сможете преобразовать или слить, уже зависит от ваших способностей. Если будет тонуть ребенок, вы пройдете мимо? Это его карма? Нет. Скорее всего, если около меня будет тонуть ребенок, я его спасу. но потом я буду нести ответственность и мне придется всю свою жизнь следить и помогать ему в жизни или какими-то советами, или помощью, но не с точки зрения материи, а ну то есть если я кому-то кого-то спас, мне придется потом нести ответственность за этого человека. Потому что если он будет куролесить, на мне будет часть той кармы, которую он накопит. потому что я помог ему эту карму накопить. В Финляндии пиво пьют после практики с учителем йоги. Ну да. Пивная йога это не Финляндия, неважно, в Финляндии есть и нормальная йога, не преувеличивайте, пожалуйста. Это мировые пивные бренды таким образом продвигают свое пиво через йогу. Они в студию поставляют бесплатно пиво для того, чтобы спаивали своих занимающихся. Ой, ну да, разные учителя йоги бывают. Я тоже помню, в Стамбуле выхожу после практики, а мой учитель йоги курит сигареты. Это для меня такой шок был. Разные учителя бывают. Ищите подходящих. Считается ли утренняя практика наули тоже йогой? Ведь на это уходит минут 10 максимум. Ну, считается, но имейте в виду, что вам наули дает? Разжигает огонь пищеварения, то есть вы более страстным становитесь, и вам это нужно? Наули бессмысленно без внутренних практик, то есть если вы потом после нее ничего не делаете, скорее всего, вы только проблемы создаете, которые выльются у вас через лишний вес и жор так называемый. То есть разжечь огонь и потом с ним не работать дальше, это глупо. Для вы же потом страдать от этого будете. Как относитесь к тантре? Где найти качественные практики тантры? Нужно понять, что вы подразумеваете под словом тантра. Тут отвечают за вас. Потому что я отвечу тогда. Большинство нормальных адекватных людей по словам тантра подразумевает секрет. То есть если переводить слово тантра, это просто секрет. То есть те секретные знания, которые не для всех. Почему? Потому что например методики, которые развивают жизненную силу, или энергию увеличивают, или интеллект развивают. Вы думаете неготовые люди смогут это использовать по назначению? К сожалению нет. Поэтому определенные практики передаются как говорится шепотом, из уст в уши. То есть говорят так, чтобы никто не услышал. Потому что эгоисты голову себе сломают, если они получат определенные знания. В современном мире под словом тантра понимают в основном сексуальные утехи. Потому кому-то выгодно, чтобы люди были под контролем мягко говоря. Пусть лучше они любят друг друга по расписанию, лишь бы только головой не думали. Такое к сожалению бывает. Но слово тантра вернее методики взаимоотношения с противоположным полом необходимы только тем, кто смог разобраться в азах йоги и может работать с энергией. А простым смертным, кто прожигает жизнь чаще всего, только хуже будет от этой тантры. То есть разобьют себе привязанность ко второй чакре и ничем хорошим это не закончится. Перед моими глазами прошло много так называемых тантриков, которые плотно и густо сидели на второй чакре и оттуда их бульдозером не вытащишь. А знаете в чем проблема? Куда они перевопатятся? В этой жизни тантра потом хвостом будет сколько махать? Вот это действительно проблема. Ну да, кстати, упоминали о йоге сновидении, это тоже практика, которая относится к тантре, тантрическая практика. Сто процентов. Поэтому мне искренне жаль тех людей, которые взяли на себя смелость обучать йоге сновидений. Искренне жаль, потому что сейчас, ну ладно, неважно, давайте следующий вопрос. А если рождён на анахате, как быть? Любить других, любить других в общем, но не стремиться к партнёрству? Ну почему? Ну рождён ты на анахате. Это что, единственная чакра? Попробуйте на вишудху перейти, если получится, но не получится скорее всего. Это нужно титанические усилия прикладывать, и не только в этой жизни, чтобы на вишудхе закрепиться. Тут, наверное, вопрос о Мари. А что такое красота? Внешняя, внутренняя? Можно ли её оценивать как инструмент? Важна ли она, или это просто иллюзия? Творчество под чувствами типа вдохновения может ли приносить пользу? Благодарю. Наверняка. Если какой-то человек, творческая Личность, допустим, хороший дизайнер, созидает какие-то вещи, которые приносят другим благо, наверное, в этом есть определённый смысл. Но проблема только в том, что если этот дизайнер делает хорошие дизайнерские решения в обществе, которое деградирует, то он накапливает карму самому деградировать. Поэтому важно, кто пользуется плодами труда этой творческой Личности. Если вы работаете на нездоровый контингент, имейте в виду, что эти нездоровые качества появятся и у вас. Если не в этой жизни, то в будущих. И в очень-очень многих, к сожалению. Но, в общем, мне сложно сказать про любовь, кто как понимает, видимо, в силу своего развития. Почему много женщин в йоге? Это кали-йога так влияет? Наверное, да. Мужчины сейчас находятся в более, как сказать, сложном положении, чем женщины. Поэтому женщины могут себе позволить заниматься йогой только потому, что какой-то мужчина её обеспечивает. То есть кто-то вкалывает, она занимается. Поэтому здесь нельзя говорить, что их больше. Не было бы мужчин, которые стоят за женщинами, мало бы кто из женщин мог себе позволить заниматься йогой. А так, да, по статистике вы правильно говорите. Но только нужно посмотреть, кто за плечами этих женщин стоит. Андрей, мантра Ом — это вибрация, но вибрация — это результат какого-то действия. Тогда кто изначально мог создать это действие? Благодарю. Считается, что Ом всегда был и всегда будет. То есть изначальный звук. Ещё есть что-то, Настя? Да. Как Вы относитесь к астрологии? Современной? Просто к астрологии не сказали, к современной или нет. Скорее всего, про Джоти Шейч идёт. Так как у нас всё-таки йоговская тусовка, обычно все говорят про ведическую так называемую астрологию. Есть одна проблема. Это кто трактует даже ту компьютерную программу, которую, забив показатели, компьютер тебе выдаёт определённую градацию. И вот от мировоззрения человека, который считывает и в своём мыслительном процессе как бы органе преобразует уже, что говорит человеку, и находится самая большая проблема. Есть такое описание, что древние астрологи, они могли через астрологию предсказывать филигранно очень тонкие редкие вещи. То есть вплоть того, кто к кому придёт в такую-то минуту, они могли это просчитать. То есть настолько филигранно владели этим. В наше время у астрологии есть одна огромная проблема. Она заключается в том, что всю астрологию, даже ведическую, её поставили на службу счастью и любви. То есть смысл жизни человека как бы в том, чтобы ему было хорошо, чтобы и любовь у него была, и счастье, и семья, и вот такая гармония, и после смерти ничего за это не было. А так не бывает. В материальном мире так не бывает. То есть, к сожалению, когда вы попадаете к астрологу, он в силу своего мировоззрения вам будет говорить те вещи, которые для него актуальны в первую очередь. Возможно, не все меня поняли. ну короче, сейчас нет таких астрологов, которые бы поняли суть и говорили о вашем пути так, чтобы вам действительно принесло это счастье не только в этой жизни, но и в перспективе. И астрология, к сожалению, поставили нас на угоду страстей, желаний и чувств. И вот это стало крахом, к моему большому сожалению. Поэтому йоги стараются к астрологии относиться адекватно к йоге, извините, крайне аккуратно. В сутрах, кстати, конкретно описывается, что зарабатывать деньги астрологии это низменное занятие. Еще раз повторюсь, низменное занятие зарабатывать деньги астрологии. Это не я придумал, это Будда сказал. И я более чем уверен, он сказал это не просто так. Как Вы сказали, Татхагате пришлось пройти все позиции для возвышения. Разве это не намекает на то, что человеку также надо пройти позицию любящего, а не убегать от этой позиции? романтично. А Вы видели тех, кто возвращается с этой позиции любящим в адеквате? Вы не думаете о том, что Вы туда войдете, но выйти не сможете? Или Вы что думаете? Войти, сливать энергию через чувства и ничего Вам за это не будет? И Вы не накопите вот то самое антагонизм любви? Я уже пытался Вам это объяснить. Если вы испытываете позитивное чувство, эти негативное, попробуйте это запомнить. А Вы имеете в виду, что после наули надо выполнять асаны? Помните, вопрос был. Ну лучше хотя бы асаны немного, а еще лучше, если Вы попробуете осваивать медитацию. То есть Вы разогнали энергию и попробовали успокоить свой ум. И на волне этой энергии возможно Вам получится это сделать, как определенный допинг будет. Есть большая склонность к йоге сновидений. Как это развить в правильном направлении? Тянет человека вот к этому? Да не то, что тянет. Я очень хорошо понимаю этого человека, потому что сейчас не все меня поймут, наверное, но дело в том, что сны начали использовать в корыстных целях группы людей, то есть реально объединяются во снах в группы и манипулируют другими. Я в своих снах встречался с такими группами из разных стран. То есть есть такое ощущение, что в России, Китае, США это как средство воздействия на реальность. Не шучу. Вот я понимаю, что те, кто далек от этой темы, они подумают, что я какой-то бред полный, то есть вообще шизотерик какой-то полный. Ребят, к сожалению, нет. Сны уже это поле битвы практически. Многим придётся с нами заниматься самостоятельно. В общем, отвечая на вопрос, конечно, попробуйте найти наставника, но если у вас уже получается, занимайтесь йогой, накапливайте энергию и пытайтесь на ощупь идти. Или ищите в шести йогах Наропы, хотя бы хрестоматию по шести йогам Наропы, читайте текст. Да, я знаю некоторых практиков, у которых получаются осознанные сновидения благодаря этому тексту. А есть йога с выходом в астрал? Ну, наверняка. Ну и что? Ну вот выйдете вы туда, и что вы будете делать? Вы принимаете подарки? Если да, то от кого и на каких условиях? К сожалению, большинство современных людей, они к деньгам тянутся. На самом деле от денег нужно бежать. Мало кто этого понимает, и я попробую вам объяснить на этом примере. В общем, подарки я стараюсь практически не принимать, потому что, ну, так вот скажу, я стараюсь довольствоваться вещами до дыр в прямом смысле этого слова. И вот пока вещь прям в труху не превратится, я ее буду носить. Я стараюсь крайне мало себе что-то покупать, для своего тела, имею в виду. У меня машина, которой сколько лет? 14 лет в этом году будет вообще не жужжу. И ни в коем случае не собираюсь ее менять на новую. Меня полностью устраивает. Я стараюсь использовать по максимуму те вещи, которые меня окружают по ряду причин. Хотя я объясню, по какой причине. Надеюсь, вы меня поймете. Каждое действие, каждое явление, которое вы в материальном мире чувствуете, переживаете или обладаете, оно накладывает определенный кармический отпечаток. Вы никогда не задумывались, почему в большинстве конфессий, будь то христианство или буддизм, призывают к обладанию малым? То есть не рекомендуется присыщение богатством. Да, есть религия одна, которая говорит богатство, да это нормально. Но это обычно специфичный такой взгляд на реальность у людей. Но если вы хотите жить в целостности и гармонии не только в этой жизни, но и в будущих, тогда вам к материальному нужно относиться крайне аккуратно. Не значит жить в рогожке и питаться там травой из-под окон. Хотя иногда трава под окнами, если вы в сельской местности, она больше вам пользы принесет, чем еда из супермаркета часто. Но тем не менее, чем меньше вы завяжете каких-то кармических узлов, тем будет лучше. С другой стороны, иногда бывают ситуации, когда я вам приведу пример. В прошлом году один человек хотел мне дать довольно крупную сумму денег. Ну по меркам многих очень крупную. Но я прекрасно понимал, что я не могу эти деньги использовать. Мне нужно было лишь найти, куда их вложить. И как раз летом собирались преподаватели собраться на Кавказе, там порядка, я уж не помню, 50-60 человек наверное было. И вот на эти деньги, которые этот человек хотел мне передать, мы оплатили поездку этим преподавателям. Я не помню там точно, по-моему, там чуть ли не сто процентов мы оплатили. Вы не помните, Настя? Там стоимость поездки и так была по себестоимости 15 тысяч рублей, я вообще ничего не брал за саму поездку. Но благодаря этой большой сумме этим 50 человеком практически все смогли закрыть. Этот я привел пример, что можно было бы эти деньги потратить на какой-то проект, к которому я имел какое-то отношение, а этот человек на самом деле отдал эти деньги для одного проекта, который мы развиваем с ребятами. Но я подумал, что это слишком нерационально. Это тот проект, который мы развиваем, он долгосрочный. То есть человек деньги вложит, но эффект будет через несколько лет. Это не как бы сказать не быстрая отдача, а нужно было найти, чтобы быстро деньги вложили и получил эффект. А так вложили в преподавателей йоги, и они в этой поездке практиковали, занимались, накапливали силы, чтобы вернуться в свои города и потом дальше преподавать, то естественно для этого человека эта карма сразу и вернулась. То есть это больший эффект. Получается да, себе я вряд ли буду какие-то подарки принимать, но если этот подарок кому-то сможет принести благо, я постараюсь найти ему какое-то применение. То есть в основном то, что мы покупаем, используем, это какая-то техника, которая приносит благо другим. Вот это да, я бы не отказался, если бы какую-то технику кому-то подарили, например. но стараюсь сам жить максимально скромно, насколько это возможно. Ну вот Настя не даст соврать, она знает, как я к вещам отношусь, то есть я говорю правду. Да я и все ребята в клубе все знают, видят, упрашивают Андрея что-нибудь себе приобрести. Андрей, благодарим вас за то, что так долго придели участие в эфире. Я хотел бы в завершение сказать нашим зрителям следующим друзьям. Имейте, пожалуйста, осознание, что ваша человеческая жизнь и тот период, который вы сейчас переживаете, невероятно ценен. Вы даже не представляете, какое количество людей существует на этой планете, у которых нет возможности заниматься саморазвитием и нет возможности заниматься йогой. Если вы попали на этот эфир или на эту запись, когда-нибудь попадёте и посмотрите, цените, пожалуйста, то, что у вас есть шанс начать меняться в лучшую сторону. И вот как раз йога с медитацией это позволяет сделать. И мой вам добрый совет, не откладывайте на потом то, что вы можете сделать для себя, для своего развития и эволюции сейчас. Потому что на следующем этапе вы поймёте, если вы начнёте заниматься йогой для себя, от вашей йоги получат благо и ваши окружающие. Но лучше всего, если вы сможете стать преподавателем, то есть не просто заниматься для себя или для своей семьи, а нести знания дальше другим людям. Я это говорю не потому, что мне это выгодно каким-то образом. Выгода, да, она определённая есть. Чем более разумное и трезвое общество вокруг нас будет в этом мире, тем легче всем будет. потому что все проблемы в этом обществе от эгоистов, которые удовлетворяя свои желания или страсти или стремясь к своим желаниям и страстям причиняют проблемы и страдания как людям, так и этой планете. Поэтому мой вам добрый совет не откладывайте в долгий ящик, занимайтесь йогой и эта планета станет лучше. Благодарю. Благодарю, Настя вас, что прочитали эти вопросы и до новых встреч. Ом! Ом! Да, друзья, тут тоже все очень благодарят за эфир, говорят, вы очень много отдаёте энергии другим. И хочу сказать, что вы можете ещё записаться на курсы преподавателя йоги, курсы нутрициологии и аюрведы. На всех этих курсах есть система саморазвития и йога. Ладно, надеюсь, эффективно провели сегодня время. Нам пора восстанавливаться. Всем доброго вечера и до новых встреч. Ом! Ом!